Пока что мы не пришли в нашей студии к какому-либо консенсусу. Мы дискутируем о том, нужны ли нам реформы и не противопоставляются ли эти реформы единству страны. Мы не понимаем, сидя здесь, нужно ли нам сохранять и колыхать это единство, несмотря на сложившуюся ситуацию. Мы не понимаем, можем ли мы что-то сделать страной в рамках этого формата ее существования. Я надеюсь, что, может быть, студенты, которые здесь присутствуют, они дадут в чем-то ответ нам на этот вопрос. Это все-таки голос другого поколения. Они живут при независимой Украине всю свою сознательную жизнь и всю свою несознательную жизнь, потому что они родились гораздо позже, чем в 1991 году. И передаю им слово, пожалуйста, кто хочет первое. Реформы, якую цену и для кого? Нина, вы, да? Нина, студентка Киево-Могилянской академии. Так, я студентка третьего року навчания политологии в Киево-Могилянской академии. Я сама в Запорожье. И три года я проживаю в Киеве. Тобто, я бачу ту разницу между людьми, которые проживают в Киеве, у их сознания. Я общаюсь и с запорожькими друзьями, и с моей семьей. И я поняла, что, на самом деле, сознания людей, которые находятся на Сходе, она изменится. И люди очень хотят найти ту точку, это прикосновение, которое бы объединяло как Схид, так и Захид Украины. И я хотела бы запитать у вас, че есть, от, из вашей точки зрения, у всех спикеров, че есть вообще шанс в украинцах найти эту точку? И, если брать какой-то часовый промежок, сколько может это зайняться часом? А я хочу перед тем, как наши гости будут отвечать, спросить у вас. Вот вы, как молодая людина, молодшая за людей, которые в этой студии сидят. Вы новое поколение, вы майбутнє нашей страны. Как вы соби бачите эту объединительную идею? Ну, на самом деле, я спилкуюсь, как, у меня друзья есть из Львова, и я спилкуюсь с людьми из Донецка. И у меня, от, наявный пример, когда в одний комнате в гуртожитке живет людина из Львова, из Донецка, и чудово просто, ну, просто спилкуется, они, наверное, там, наибольшие друзья. И я вбачаю эту точку в том, чтобы не отважать на минуле, которое нам постоянно противставляет. Потому что нам говорят, что мы всегда были в составе разных стран, мы очень разные, мы разговариваем разными мовами. Но это все весь час створилось очень штучно. И я вбачаю эту точку в том, чтобы вектор направить на спильное майбутнє. И я верю, что в Украине есть перспективное майбутнє. И народ, нация украинская, або граждане Украины, они способны дойти до того, чтобы спрямовать все свои силы на поборье коррупции, на создание той экономической системы, которая введет Украину на певный новый уровень экономического развития. И, ну, проблема, на самом деле, полягает в политиках, которые штучно створяют за помощью политических... Кого вы хотите першим побачить, как ответственник? Ну, мне не... Добрый, кто? Ром, Ром, давай, ответственник. Дали слово. Давайте, дозвольте я скажу. Давайте, давайте, вы потом, Роман. Добрый. Я бы хотел бы источник от сегодняшнего дня, что люди хотят, и что могло бы объединять людей. Это мир, спокойствие, мать работу, або возможность построить свой бизнес. Могло бы научиться своих детей, мать возможность допомогти своим престарелым батькам и жить достойно. Это главные склады, которые могут объединять и Схид, и Захид. Да, я согласен, что политики должны дать законы соответствующие. Да, я согласен, что партии должны быть идеологичные, а не политические проекты, которые сегодня сбанкрутили, прокралися. Завтра назвали новый проект новою назвою, и снова они в парламенте. Тут має зростати наша сведомость. Тобто, мы маем использовать наше выборчее право. Не дать плохим политикам робить плохую политику и робить плохим наше життя. Я думаю, что... Я думаю, что... Поганый политикам робить плохую политику, а нужно добрые политики, которые будут добрые политики робить. Ну, это так же. Хорошие политики должны объединяться и убить плохих политиков. Именно. Я считаю, что для объединения людей достаточно на протяжении какого-то времени давать им объективную информацию. Потому что мы говорили, что это ментальный раскол, это раскол информационный. Мы видим, что граница этого раскола ментальности, именно такой потребительской, там, дайте нам работу, дайте нам денег, дайте нам всё, она потихоньку сползает, 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 и сейчас она уже только самый восточный краешек Украины отсекает. А в целом, у нас политика, понимаете, компромисс. У нас политика такой, тебя не толкай, такой мифический зверь, половина которого в одну сторону смотрит и пытается бежать, а половина в другую. И поэтому мы последние 10 лет, там, после Майдана, того, ещё 2004 года, простояли тупо на месте. Поэтому говорить, что мы должны услышать там Донбасс, там, ещё чего-то там, это будет означать, что мы ещё там 10 лет простоим на одном и том же месте. Сейчас там часть проевропейская, часть процивилизованная, часть и не толкая, стала гораздо сильнее и гораздо пассионарнее и активнее. Она уже, по сути, там, ну, побеждает. И вот остатки того режима, которые были, они частично, конечно, пытаются и в новую власть переползти, но она вот сосредоточена сейчас в партии регионов, и они пытаются вот шантажировать всю остальную страну. Вот то, что они говорят, давайте, услышьте нас, услышьте это, это всё означает, дайте нам денег. Вот это просто шантаж, дайте нам денег, а то мы отколемся. Дайте нам федерализацию, а то мы отколемся, русский язык, а то мы отколемся. Я понимаю, я, в общем-то, во многом считаю, что это, я тоже не понимаю. Я считаю, но для людей, для людей общая сейчас, нужно просто объективную информацию, и действительно нам нужно закончить эту историю с российским торжением. Может быть, мы сегодня обсуждаем, завтра, может быть, российские войска пересекут кордон, и все наши слова уже будут... Это ещё один момент, который должен нас объединить. А вот найти, искать взаимопонимание с теми остатками прошлого режима, я считаю, что их абсолютно не нужно искать. Доброе. Далее у нас Наталя, Тешки, Могеянская академия. Прошу. Я студентка менеджмента зв'язки с гражданой, поэтому запитаю про зв'язки. У меня есть тверде переконание, что в кризовых условиях, такие, которые у нас есть сейчас в стране, виживаются або зверь, або группы. Поэтому я про зв'язки. Я тут почула два таких основных варианта. Я думаю, как вы все-таки видите, в чём дети Бендеревцы, и вести разъяснительную работу, процитую, от пана Михайла. Как вы считаете, как эффективнее? Как вам, кажется, будет эффективнее объединять людей, если им задать вопросы и вести диалог в их реальности больше, их словами? Чи вести разъяснительную работу и все-таки свою реальность как-то штовхать людям? Ну, это как раз вопрос, как на меня. То есть, сначала вопрос, сначала нужно понимать, про что они говорят и какие в них потребности. А после того уже попробовать им что-то там разъяснивать. Но, опять же, я вернусь практически практически до той самой тези Романа. То есть, фраза «Почуйте, Донбас», абсолютно демагогия, вона просто приховує абсолютно відсутність з місту. Почуйте, что? Тобто, если у меня есть вимоги, я скажу, дайте мне демократию, дайте мне выбори, дайте. В Магедану были цілком конкретные, каждый день были цілком конкретные вимоги. Значит, министра такого-то в отставку, уряду в отставку, достроковые выборы. А тут почуйте, почуйте, это что? И в тот момент, когда ты ставишь питание, а что сам я маю почути, раптом ответов нет. Ну, конечно, кроме того, что дай мне деньги. Ну, все ясно. В трех областях проживаю 12 миллионов населення. Давайте я одно. Это люди? Меня немножко пугает, когда вы Харьков включаете в эти опасные сепаратистские регионы. Харьков точно останется в пределах Украины. Добре, добре, 8. 6,5 миллионов. Донецкая, Луганская область, да, 8. Я в минулому Шахтар. Когда я иду в шахтарский коллектив, я чувствую себя как рыба в воде. Мы заходим в общую мову. И, видите, сегодня шахтари не поддерживают экстремистов, не поддерживают эти пророссийские настроения. Они не выходят организованно на митинги, даже сегодня в Краснодоне, в период страйка. Там чисто экономические требования. Да, есть моменты и желание разыграть шахтарскую карту, потому что шахтари больше организованы. И больше активны, и могут быть больше решены. Это было проявлено в 89-м году, в 90-х годах, когда просто шахтари разваливали Радянский Союз. Без політики, без всякого. Поэтому я могу идти к шахтарам, и с ними разговаривать, и находить общую мову. И так каждый может и имеет возможность это делать. Залежит много от того, в каком месте мы находимся, и какие наши намерения. Я немножко переформулирую вопрос Натальи таким образом. Можно ли что-то объяснить людям, если мы говорим о том, что нужно идти и объяснять, которые хотят в Советский Союз? Большая часть людей, Донбасс, хочет вернуться туда, куда вернуться невозможно. И для них Россия – это определенная проекция советского прошлого, где все были богатые, можно было покупать дешевую колбасу и, в общем-то, жить на хорошее количество рублей в месяц. Как это можно объяснить? Есть ли слова, при помощи которых мы можем поговорить с Донбассом? Насправді, мені дуже сподобалось перше питання і друге. Я дуже рада, що я, в принципе, мислю так же, як молоде покоління. Насправді, точка, з якою треба пояснювати людям, важливо чути їх. Але важливо показати, що вони ізольовані, що вони це відчули. А ізоляція – від того, що вони мислять категорию минулого. І треба мислити категорію майбутнього. Тобто, підвищити їм перспективу. Показати, як розвивається сучасний світ. Які реальні процеси там відбуваються. Тому що, коли я почала говорити зі своєю знайомою, сказали, що ти знаєш, от є такі амазони, я розказала про мережі. І в результаті мені сказала, я только хочу з тобою спілкуватися. Я 20 років з тобою не спілкувалася. От така ситуация, ти подзвонила просто дізнатися ситуацию від тебе. І розкажи мені, як працює це. Мені так цікаво. У них просто ізольована територія, там штучно ізольована. Коли ти даєш перспективу майбутнього, і ти показуєш, як розвивається світ, вони бачать світ у кінці тунелю. І тоді у них мислення розривається. Тому в Україну треба взагалі пустити перспективне мислення, мислення про майбутнє. Це дуже важливо. І насправді, коли говорять, що Донбас хоче до минулого, це хоче тільки старе покоління, яке відчувало себе тоді молодим. Але ми не повинні, і вони не повинні своїх дітей і онуків змушувати жити в тій системі, який немає і не може бути. А як? Просто говорити про майбутнє, показувати, як. Хто? Є, наприклад, можна створити центр європейської інформації на сході України. Я не знаю, що заважається зробити. І пояснювати, як працює Європа, як живуть звичайні люди. Робити обміни. Не тільки студентів, навіть пенсіонерів, які взяти і повезти на грант. Нехай вони подивляться. Вони ізольовані. Це проблема головна Донбасу. Це штучно робиться елітами в тому числі. То так просто їх флотувати. Я теж хотів звернути увагу. В першу чергу, все зависить від еліт. Хто буде говорити? От сьогодні, там, опять-таки, Донецький облсовіт прийняв рішення, що всі війська вивезти, значить, повинні бути виведені з території Донецької області. Дайте нам вибор губернатора, вибор економічної самостійності. Тому що економічна самостійність у партий регіонів підразумівається то, що все доходи залишаються в Донбасі, а всі розходи залишаються центру. Тобто дотации шахтам залишаються все одно на центральну область переложити. Тобто вони хочуть провести федералізацію, не називая це федералізацією. Тому що вони бачили, що по опросам федералізація, якщо буде виведена на референдум, то вона провалиться. І мені непонятно, як взагалі з цими елітами. Тому що всі СМІ, ми говоримо багато об об'єктивній інформації, СМІ принадлежат, і державні, і містні, всі ж принадлежат їм. І там продовжується нестись пурга про бандерівців страшних, і Бог його знає про кого. Тобто з'очистка каленим железом людей, які... Тобто ці люди не зрозуміли, де вони хочуть жити, в якій вони хочуть в країні? Вони хочуть создати какое-то Приднестров'я на Донбасі? Или вони хочуть бути все-таки частиною України? Или вони хочуть відділитися? Як з цими людьми можна договаруватися? Вони вже пройшли определенні етапи, совершенно очевидно. Тобто, був етап, коли вони заігралися, і вдруг вони совершенно явственно поняли, що, в принципі, далі може бути... Тобто, чим вони ігралися, Росія, в принципі може і прийти. І якщо вона прийдет, причем в будь-якому віде, то є в Приднестровському і в Крімському, це зараз неважно, вона одинаково плоха, тим більше, що шахтери не забувають, то є руководителю шахтерів не забувають им розказувати о тому, як совсем рідом в Ростовській області все шахты закрыты, і що в Росії, слава Богу, шахт хватає, і з гораздо більшою низкою себестоимостю угля і тому подібне. Тобто, в якому-то момент вони спохватились і стали отыгрывать обратно. Кроме того, я думаю, що почало угрожати і то, що були приняты кое-какі спеціальні рішення і законы, коли то, чим вони займалися і їх риторика, стало подпадати совершенно чітко під уголовне наказання. Вони спохватились, вони здалися чуть-чуть назад. Але, в принципі, вони по-прежнему играють в ситуацію, яка є для них почти що win-win situation. Тобто, ніби виїграємо тем, що ми зість останемся, ніби виторгуємо що-то у центральній власть. Тобто, вони так видять, хоча це жутко опасно для всіх. Для країни дуже опасно, для жителів регіона дуже опасно, але вони продовжують граць. Багато, можливо, в кій-то мере, тому що вони відчувають определену опасність, тому що, в общем-то, якщо почнутся те змінення, ради яких ми, извините, на Майдані стояли, багато з них сидіти і сидіти. Це ж теж конкретна вещь. У нас є ще Ольга, студентка інституту журналістики університету імені Тараса Шевченка. Так, Ольга. Добрий день. Моє питання таке. Багато хто стверджує, що економіка України існує за рахунок Донбасу. Чи зможе вона функціонувати повноцінно після розколу, після відділення Сходу? Ваші прогнози? Є цифри, які показуються, це говорять майже всі, що насправді дотекційний Донбас Луганська, Донецька область більш половину дають і таку ж половину отримують від державного бюджету. Там 10 мільярдів, якщо 12 Донецька область, 9 шимось отримує дотацій Луганська область. Тобто насправді вони не годують. Це просто міф, який впроваджує еліта, яка показує, культ праці, це ж частина індустріальної культури, культ праці. Тіпо ми працюємо, а вони стоять на Майдані. Таке враження, що тут не працюють, тільки там працюють. І це єдине, що їх отримує, скажімо так, повагу до себе. Тому що ніяких інших моментів поваги там немає, тому що там депресивна територія. І це єдине, за що вони тримаються. Тому що людині завжди потрібні не тільки гроші, а й ще й моральні мотивації. І еліта дуже в це грає. Але насправді, Донбас – це дуже депресивна територія, якою дуже багато проблем. І Росія навіть не хоче мати в складі Росії ці території. Одна ситуація Крим, де шельф є, дуже цікаво там, ну скажімо так, газові шельфи ці. Але Донбас не є таким цікавим з економічної точки зору. Тому що туди багато треба вкладати, багато треба що робити, щоб підтягнути рівень життя, і щоб він не був дотеційним. Тому що він буде ставати ще більш дотеційним. Так що це міф. Донбас зберігається в зону Приднестров'я. І Росія ще допоможуть. Трафік знаходить? Але потрібен ринок потребування. Ринок українського гля – це вся територія України. В Донбасі він добувається, в дотации йдуть дотации для добычи, а потім Україна потребляє. Як і електроенергію, так і далі. І інші хімічні продукти. В Приднестров'я, в місті Рыбниці, був металургівський завод, який умер. В місті Рыбниці теж вся економіка зупинися, і всі предприємства. Те ж саме відбувалося в Тирасполі. Я подумав, а може не треба за грант їхати в Западну Європу, а поїхати в Приднестров'я. І відкрити себе гляда, і відрість, що там безправні люди, що вони заложніки ситуації, що цю ситуацію принесли извне, принесла Росія. В Донбасі відбувається те ж саме. 28 февраля цього року я був в Донбасі. Я зустрічався з многими людьми, з руководителями крупніших корпораций, і ніхто не ожидав відбувався відбувався, які відбувалися 1 марта. Ніхто не подозрівав, що будуть митинги завтра, що після цих митингов почнутся волнення, що люди будуть вооружені, що будуть вже вбувався, і так далі. Це все було принесено извне. Але в предыдущих годах була проведена бача підговорювальна робота. Тобто фінансування віддельних груп, вони були малочислені, ніхто на це не обращав увагу. Сформували лідерів, які сьогодні отрабатують ці деньги. Він ще в чому проблема. Нам треба об цьому чітко говорити і чітко показувати. Шахтери украінської частиної Донбаса, знаходясь на границі російської частиної Донбаса, наприклад, є такий місто Донецьк, місто Донецьк, рідом з Краснодомом, тільки на території Росії. Там ні одне предприємство не працює. Люди живуть за счет контрабанди. А шахты? Шахты, да, закрали шахты. Закрыли, все остановилось. А какой был богатий місто? Скільки спортсменів там? Буквально 1,5 минути, і вопрос один із зала можна задати, якщо хтось хочеть. А, ну, давай, да. Я считаю, ну, конечно, экономика, це не так, як ситуація з Кримом. Там було все три працючих підприємства, там достаточно безболезненне це розставання пережили. Донецьк, дійсно, в енергетичкій сфері дуже сильно зв'язан, але це все не важливо, о тому, хто кого кормить, не кормить. Главное – люди. Якщо в Україну, от у нас єсть пример Израїля, в пустыні создали процветаючую економіку, тому що люди цього хотіли. Якщо сюди, в Україну, переселити немців, то і буде через 10 років Германня. Якщо туди переселити у Германии українців, то там буде Україна. Тому, головна активність, предпринимательська, економічна, політична активність, відстаніювання своїх прав. Це дуже важливо. Тому що Майдан закончився, але ми ще нічого не получили, того, що ми хотіли. І нам в ближайші годи предстоїть зубами выцарапувати у нової власти то, що нам було потрібно, то, ради чого люди стояли. І вот эта активність, человеческая активність, це главное. Все остальне прилагається, все остальне, економіка, вся остальна буде развиватися. Главное, щоб були люди. Услови, де люди можуть себе проявити. Спасення утопаючих – це дело рук самих утопаючих. Люди сами для себя должны создавати освобі. Я согласен. Ми прерываемся на небольшу паузу і в следующем блокі подведем итоги нашей программы «Контрольний выстрел». Контрольний выстрел. Мне кажется, что мы пришли к определенному консенсусу между собой. Насколько я понял, ответ на вопрос, что мы выбираем – реформы или единство страны, в общем-то, дан. Мы должны проводить реформы, проводить повестку Майдана, в действие. А повестка Майдана – это что? Это деолигархизация экономики. Это очищение правил игры. Это создание возможностей для каждого предприимчивого человека работать честно. И нам нужно это объяснять Донбассу, что они могут работать честно, что они могут вести свой бизнес, что на их предприятиях, на этих шахтах, на заводах, на схемах Ахметова и прочих олигархов не заканчивается мир. Мир начинается, он открытый, большой, интересный, и он совсем не такой, как мы пытаемся нарисовать это по ОРТ. Может быть, я не прав или прав? Мы сейчас послушаем комментарии финальные наших экспертов. По 40 секунд с Викторией, пожалуйста, начнем. Я думаю, что нема сенсу говорить про те, что не нужна реформа в объединении. Я думаю, что объединение, возможно, через реформу. Это то, что нужно погодить. И нужно обратиться до уровня людей и давать, я еще раз подкреслю, треба давать им перспективу. Потому что перспектива даёт смену мислення и смену, в том числе, модели поведенки, когда люди захочут и працювать, и шукать что-то новое в своем жизни. Это перспектива того, что можно сменить на Сходе Украины и забеспечить ее действие. Рома? Ну, к сожалению, из-за российской агрессии у нас сейчас повестка стала совсем другой, да, когда стоят войска по всей границе. Сложно разговаривать о реформах, да, и сложно нам давить на власть, чтобы власть проводила эти реформы. Поэтому нам нужно выдержать вот это противостояние с Россией. Нам нужны выборы президента. Нам осенью обязательно нужны выборы парламента, чтобы там была устойчивая коалиция, настроенная на эту реформу. И даже если не настроенная, мы тогда уже будем готовы наше общество давить на эту коалицию, чтобы она проводила те изменения, которые нам нужны. Вот этим мы должны заниматься. А то, что там местные элиты в Донецке торгуются и хотят все больше там бла-бла-бла-бла-бла, я думаю, это нужно игнорировать. Там, ну, какую-то самостоятельность регионов, децентрализация. Да, пожалуйста, но извините, мы на шантаж больше поддаваться не должны. Я знаю, кто в Украине работает честно, это простые труженики. Они не участвуют в схемах, они ничего не воруют, они вкладывают свои руки, мозги и получают небольшую зарплату. Мы должны создать условия и защитить этих людей. И тогда люди будут понимать, что здесь они живут защищенными, что здесь им комфортно, они не будут стремиться в Россию, которая сегодня принесла нам конфликт и нарушение мира. Карл? Ситуация, в том числе экономическая, ну вот, если говорить о Донбассе и о том, насколько он важен для народно-хозяйственного комплекса, выглядит таким образом, что при всей дотационности этого региона нужно помнить, что он дает основные поступления валютные. И сегодня, не дай бог его отделить, как бы это будет очень больно для страны. Поэтому, даже с этой точки зрения, я уже не говорю о том, что там в принципе-то, мы же понимаем, что там в любом случае ну половина, больше половины населения это нормальные, лояльные украинцы. Да, поэтому они должны жить в своей стране и ни в коем случае не нужно позволить, чтобы каким-то образом эту часть откололи. Задача это чрезвычайно сложная. То есть, сказать одним словом, вот давайте вот делать так и все будет хорошо, да ничего так просто не будет. Нужно пытаться и разъяснять, и реформировать экономику, и так далее. А дальше, будь что будет. Я согласен с нашими гостями по крайней мере в одном. Изоляцию Донбасса, в том числе информационную изоляцию, нужно разбивать. Нужно показывать людям их перспективы. Нужно доказывать, что власть их слушает. Она слушает. Она слушает не Добкина, она слушает не Царева, она слушает не этих коррумпированных депутатов, которых 20 лет Донбасс поставляет в Киев, и из Киева потом назад в какие-то, не знаю, донецкие или даже лондонские особняки. Что мы слушаем простых людей. Мы понимаем, что тема языка, что тема местного самоуправления не является для нас ключевой. Мы не против того, чтобы эти люди говорили на русском, если они так хотят. Мы не против того, чтобы они сами выбирали себе ту модель жизни, которую они выбирают. И речь здесь, скорее всего, идет об ответственности. То, что мы, как мне кажется, должны объяснить Донбассу, это вопрос ответственности. Если они хотят взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выбирать себе местные советы, выбирать себе как можно большее количество депутатов на всех уровнях, если они хотят перераспределить на полномочий, тогда мы должны с ними говорить и, не знаю, наверное, следовать этой повестке. Поэтому повестка Майдана, и майская повестка Майдана остается актуальной. Мы не должны жертвовать реформами ради того, чтобы закармливать местные элиты и закармливать элиты Донбасса. Мы должны проводить реформы для того, чтобы потом самим жителям Донбасса, Харькова, Сум, Запорожья, Львова, не имея значения, всем жителям Украины стало лучше, комфортней и удобней жить в нашей стране. Спасибо вам. С вами был Прицел. Увидимся через две недели. До свидания. Слава Украине!